Калужанам представилась возможность увидеть блики на земле. Выставка с таким названием открылась в галерее Калужского дома музыки. Это первая в России персональная выставка картин Виктории Харченко. Упускница Калужского колледжа культуры прошла путь от студентки до зрелого мастера. Свою работу она демонстрировала в Китае и Украине. Многие творения украшают частные коллекции за рубежом. На выставке в Калуге 33 картины. Что же так привлекает зрителя в творчестве мастера, выяснила Елена Ифанова. Под звуки классической музыки оживает поэзия жизни в красках и оттенках. 33 картины, словно блики одного солнца. Разные по содержанию, по срокам создания художественные полотна выставки показывают жизнь во всем ее многообразии. Что поражает разнообразие жанров. Здесь действительно и портреты, и натюрморты, и русские сказки, и китайская мудрость. И очень мужественные мужчины, что меня особо поразило. На всех картинах, где присутствует мужской образ, женщины нежные, а мужчины мужественные, что, в общем-то, не всегда бывает в современном искусстве. Виктория Харченко объединяет экзотику Востока и родные пейзажи, детские мечты и современный быт. Многие работы художницы имеют автобиографический характер. Их героев можно увидеть прямо на вернисаже. Валерий Харченко – бессменная модель и муза для супруги. Я вынашиваю образ принца уже долгие годы. И вот эта прическа, мне ее приходится держать уже, наверное, в третий или четвертый год. Специально для работы. Ну, я раб искусства. Маленькая Ева не отстает от мамы. С удовольствием рисует солнце, цветы и животных. Тоже любит путешествовать и непременно хочет стать художницей. Иногда ручками, карандашами. Но чаще все-таки ручками рисуют. Ломастерами иногда раскрашивали. Картин восточного цикла на выставке больше всего. Два года, проведенные в Китае, не прошли бесследно. Особая культура экзотической страны подарила калужской художнице много ярких впечатлений и философских мыслей, которые она воплотила в живописи. Блики на земле – одна из таких иллюстраций. В определенное время в дворике монастыря собираются монахи и начинают задавать какие-то вопросы теоретические, отвечать на них. Очень это эмоционально выглядит, спорят, смеются. Где-то вместе, где-то в противовес, но все освещены общим солнышком. Это как блики на земле. Солнышко освещает, создает причудливый узор бликов и объединяет все формы. Солнцем и светом пропитаны все полотна Виктории. Они заряжают зрителей энергией и положительными эмоциями. Людей разных возрастов, эпох и национальностей объединяют общие человеческие ценности и обычные радости жизни. Каждый из нас – частичка одного большого целого. В умении просто рассказать о сложном, наверное, есть признак настоящего мастерства. У меня уже настолько профессионально отточенный взгляд, что я могу сразу сказать, это очень высокого уровня художник, а у этого художника большое будущее. Ну, я думаю, что и прекрасное настоящее. Убедиться в этом можно легко. Выставка в Доме музыки продолжается. А 9 марта любители искусства лично пообщаются с художницей на творческой встрече. Елена Ефанова, Анна Дементьева, Никита Богадов, Артем Соснин, телекомпания НИКО-ТВ.